ребята всем привет сюжет о том какие изменения я внес в автомобиль land cruiser prada 2018 модельного года так вот я вам расскажу что я изменил этой машине для того чтобы ее адаптировать для моих условий эксплуатации это значит дальняя поездка это рыбалка путешествие то есть про рундук сюжет вы уже видели а это сюжет немножко о другом так вот первое о чем мы поговорим это буквально минутка времени о защите вот ребята смотрите сколько лишних запчастей у меня тут машина и тогда а все почему потому что ставим мы защиту 5 миллиметров алюминиевая более прочную и легкую и конечно же не без помощи моего подписчика николай огромное ему спасибо без всякой очереди принял и делает как говорится от души посмотрите автоцентр я вам покажу его видите да сейчас своих экранов рекомендую здесь не надо записываться приезжаешь и тебе делать без вопросов ребята золотые руки это бывает не часто поехали тоже можно перекусить эти замечательные столовые готовят свежейшие блюда недорого николай тебе привет приятного аппетита ребята защита просто бомбическая смотрите какая толщина как зеркало гладкая закрывает буквально весь перед автомобиля но это просто бронь они защита по сравнению со стационар стандартной стационарной защиты земля и небо мы посмотрим когда на обслуживание первые удары покажут насколько она деформируется выдерживает удары защищают уязвимые места автомобиля кстати я хочу вам еще сказать что буквально вчера я прошелся антигравием мавили по раме то есть у меня еще обработана рама снизу на всякий случай в этом же автосервисе можно воспользоваться услугами автоэлектрика вот здесь вот мой друг случайно встретились да тоже кстати воспользовался услугами что тебе там подшипник меняли да сейчас будет кондиционер закачивать так что ребята рекомендуем классный центр в липецке без проблем принимают еще раз повторять записываться маленький лайфхак маленькое совершенство решетка и радиатора вот в качестве защиты я купил себя на алиэкспресс стальную решетку вполне приемлемая цена крепежики с внешней стороны сейчас увидите вы или нет покажу вам покажу вам смотрите так крепится вот вот этот вот чехольчик на двух вот этих вот шурупиках мы снимаем и крепим решетку а потом назад возвращаем в принципе все вот очень просто крепится буквально там за может быть 20 минут и работа готова если нужно будет снять клипсы с верхней части вот этой верхней части после этого же заниматься монтажом потом вернем назад ну в принципе так получается неплохо такая элементарная защита там от небольших камушков мог обеспечена так даже визуально скажем так особо и не видно ссылочку с эти ссылочку я оставлю под этим видео где можно угадайте сами вот я сейчас еду по трассе смотрите какое показывает автомобиль расход видного вот мы естественно не спешим где-то едем примерно 90 80 100 максимум километров в час опять же я повторю что я не прошел обкатку вот такой расход кстати хотел а еще рассказать небольшой плюс про шторки вот смотрите приехали на рыбалку стали в тенек и просто-напросто опустили стекла и у нас что и у нас салон не попадают не ножки не комары не вода но в салоне прохладный ветерок дует так что вот такой плюс хорошее решение если бы были стекла тонированы опустив их естественно мы бы ну салон понятно что проветрили но все что летает вокруг оказалось бы салон я думаю что это один из преимуществ вот этой вот сетки смотрите лобовое стекло вот так она выглядит спустя несколько часов после обклейки бронепленки лобового стекла вот если присмотреться внимание то есть небольшие пузырьки воздуха и воды которые искажают изображение лобового стекла но ничего страшного пугаться не стоит меня заверили что необходимо день-два максимум для того чтобы выровняла стекло полностью то есть вода ушла из-под пространства пленки и она стала ровным и еще рекомендовали не пользоваться водой то есть щетками избегать пока пленка не как следует не взялась не приклеилась а избегать абразива поэтому внимательней кто вот будет ставить себе но в принципе вот так смотрю через эту пленку не искажает нигде ни в каком месте изображения никак то есть не теряется обзорность вообще ночью попробую как себя поведет пленка если вдруг будут какие-то нюансы трудности то соответственно дам знать